Недаром говорят, что самое страшное животное на Земле – это человек. Ведь сколько уже видов зверей было уничтожено людьми, а сколько еще находится на грани исчезновения. И хотя многие инициативные группы по спасению животного мира стараются исправить ошибки человечества, зачастую их старания растворяются в равнодушии общей массы. Зоопарк в индонезийском городе Сурабая больше похож на камеру пыток для животных. Его история насчитывает почти сотню лет, и долгое время он считался крупнейшим зоопарком Юго-Восточной Азии. Однако кроме этого ему нечем похвастаться. В новом тысячелетии зоопарк стал самым настоящим позором для человечества. Условия жизни питомцев ухудшались с каждым годом. Вследствие неконтролируемого размножения, животным попросту перестало хватать место. Чтобы уместить всех зверей, вольеры сократили до невозможности. В 2010 году группа энтузиастов начала бить тревогу после того, как в течение короткого времени умерло несколько зверей, включая представителей экзотических видов комодский варан, африканский лев, суматрийский тигр и несколько крокодилов. Несмотря на довольно бурную реакцию в прессе, руководство зоопарка не предпринимало никаких действий. Зоопарк продолжил хереть на глазах. Инспекция 2012 года обнаружила, что большинство работников даже не имеют должной подготовки для уходя за зверями. Но еще хуже то, что на должность ветеринаров принимали совершенно некомпетентных людей. Вследствие этого, множество животных погибло из-за болезней, а еще больше зверей продолжают страдать кожными заболеваниями. С каждым годом условия в зоопарке становятся все хуже и хуже. Несмотря на довольно внушительное финансирование из госбюджета, животные живут впроголодь. При вскрытии одного из умерших жирафов у него в желудке обнаружили 18 килограммов целлофана. Весь этот пластик попал в пищеварительную систему животного из-за того, что жираф вынужден был искать себе еду в мусорных баках. Лишь от голода в зоопарке ежемесячно умирает около 25 животных. При этом их шкуры, бивни и другие ценные части тел работники зоопарка немедленно продают на черном рынке. По слухам, лишь на этом зоопарк зарабатывает около 5 миллионов долларов в год. Неравнодушные граждане собирают подписи под онлайн-петиции с требованием, чтобы правительство Индонезии немедленно закрыло зоопарк. По состоянию на март петиция собрала уже более 750 тысяч подписей. Нельзя оставаться равнодушным, глядя на эти ужасающие кадры. Если ты хочешь внести посильный вклад в спасение животных, поделись этим видео, чтобы как можно больше людей смогло узнать об этой проблеме. Спасибо за уделенное внимание. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий. До новых встреч!